МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Компания нижегородского бизнесмена Дмитрия Оржанова отправила гуманитарную помощь на Донбасс. Агропромышленный холдинг АФГ «Националь» стал соорганизатором акции «Краснодарский край народу Донбасса». Несколькими днями ранее были сформированы и отправлены две автоколонны в составе 20 грузовиков, доставившие в Донбасс первые 400 тонн груза. Строительство газовых заправок начнется в скором времени. Около автобусных парков Нижнего Новгорода летом в город будет поставлена первая партия автобусов на газомоторном топливе. Пока областной центр только осваивает автобусы, работающие на голубом топливе, в Павлово они работают уже давно. Подробности далее. 360 миллионов рублей уже поступили на счет регионального казначейства из федерального бюджета. Деньги будут направлены на приобретение партии из 200 автобусов, работающих на газомоторном топливе. Сейчас для их приемки обустраивается необходимая инфраструктура. Уже две площадки одобрены под строительство заправочных станций. Это все ведется параллельно. Если обновление подвижного состава будет проводиться в основном в городе Нижнего Новгорода, то сразу же в это время будут строиться прямо около территории Папова заправочные станции, для того чтобы минимизировать пробеги, чтобы эффективно работало предприятие. Естественно, была экономическая эффективность по строительству конкретно данных заправочных станций. Павловское пассажирское автотранспортное предприятие перешло на газ несколько лет назад. Каждый месяц автопарк экономит около миллиона рублей за счет отказа от дизельного топлива и бензина. Для руководства предприятия есть еще выгоды. Воровство топлива прекратилось. Бензин практически не используется. Безопасность. Прекратили мыть бензином руки, прекратили мыть бензином двигатель, потому что, к сожалению, у нас живой производство. У нас были случаи возгорания. Что ж об этом надо, если уж говорить так, как оно и было на самом деле. Эти вещи негативные полностью прекратились. Около миллиона рублей в месяц мы экономим только на расходе топлива. Я не знаю, что такое ремонт, во-первых. Вот я не знаю. Раньше, если в карбюратор все время лазаешь, чистишь там его, там свечи выворачиваешь, там они, как говорится, забиваются. То сейчас этого нет. Я не знаю, что такое. Ну вот прямо как подменили автобус. Нижегородская область была включена в перечень регионов для реализации пилотного проекта по переводу транспортных средств и техники на использование природного газа. К 2018 году половина муниципального общественного транспорта должна быть переведена на голубое топливо. Дмитрий Блинов, Ярослав Гунин, Роман Серебренников, Павлова. В Нижнем Новгороде завтра утром плюс 3, плюс 6. Днем воздух прогреется до плюс 7. Будет облачно с прояснениями и пройдет небольшой дождь. Хорошего дня. Субтитры подогнал «Симон»